Число осужденных за религиозный экстремизм и терроризм в России, и в Чувашии в том числе, растет. Тревожную статистику озвучили на круглом столе, посвященном профилактике этих проблем в республиканских учреждениях УФСИН. Сейчас в исправительных учреждениях Чувашии находится 21 человек, которые отбывают наказание за религиозный экстремизм или терроризм. Есть у нас возбужденные уголовные дела по терроризму, есть у нас в Чувашской республике лица, уехавшие в ИГИЛ, которые могут в любой момент вернуться. Есть у нас в Чувашской республике лица, находящиеся в ваших учреждениях. Осужденные за экстремизм и терроризм содержатся в усиленном режиме, иногда даже в отдельных камерах. Такие меры приняты для того, чтобы экстремисты не завербовали других заключенных. По мнению экспертов, осужденные, проповедующие идеологию религиозного экстремизма, за короткий срок способен привлечь в ряды своих сторонников 5-7 человек. По прибытии в наше исправительное учреждение данная категория осужденных берется под особый контроль, начиная с карантина и до последнего дня перед освобождением. Участники круглого стола отметили, что перевоспитанием таких иступившихся нельзя заниматься формально. Важно знать, что побудило человека к экстремистским действиям и как далеко он готов пойти в джихаде, чему он уже обучен. Совместно работать должны и сотрудники УФСИН, и психологи, и церковь. С осужденным вообще работаю, я давно работаю, более 20 лет. Ну, а эта тема совершенно новая. Каждый человек – это индивидуальность, и поэтому с каждым нужно находить свой ключик и с каждым нужно понять. Поняв, тогда можешь вам помочь. Сейчас в исправительных учреждениях Чувашии работают и православные храмы, и исламские мечети. Каждый, кто отбывает наказание, может всегда обратиться к вере, встать на путь исправления. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.